Современный самолет может совершить посадку на автопилоте. Нужно только настроить систему. Помогать Татьяне по радио будет опытный летчик, заслуженный пилот России Виктор Саженин. А у вас опять вы набираете высоту и проконтролируете включение автопилота. Я вижу две кнопки автопилота, один, другой, другой, другой. Нажимай на нее, нажав, а зеленый разгорелся. Наберите на козырьке центральном, высоту 10 000. Какая кнопочка? Наберите 10 000. Наберите 10 000. После набора потяните ручку на себя. А вот эту ручку, которую вы вращали, потяните на себя. Так, потянуло, у меня какие-то три черточки. А считайте, что написано на основном пилотажном дисплее в верхней строке, все, что написано, прочтите. Там же, где написано высота? Хорошо. Open design. Под контролем автопилота вы снижаетесь до высоты 10 000. Я вам освободил нижнее воздушное пространство для безопасного захода на посадку в аэропорту Шереметьево. Чтобы развернуть самолет Шереметьево, нажмите любую кнопку слева на FMS, с левой стороны на FMS, который находится на центральном пути. Это слайд-менеджмент-систем, это комплимент самолётный. Это внизу, который находится? Который находится слева и справа на центральном пути. Нажала. Теперь вторую или третью кнопку нажмите слева. Вторую или третью кнопку нажмите. Нажала. Справа что появилось? Видно? New destination. Да, есть. New destination. Очень хорошо. Вместо New destination нужно напечатать шереметьево. Это UU и И. И две буквы И. И. Печатайте на нижней строке, да? Да. Я когда нажала, что-то у меня появилось, да. Появилось? UU и И на левой нижней строке. Да, появилось. А кнопочка insert есть подсказка? Есть. Нажмите insert. Нажала. Нажимаете и равен. Нажала. Теперь с левой стороны выбирайте ILS 25 правая. ILS 25 правая. И. И. А теперь нажмите кнопочку direct DIR. Direct. DIR. Я не вижу эту кнопку. А, вижу. Она ниже этого дисплея находится. Да? Да. Да, нажала. И напечатайте Uniform Mike. Просто печатаете? Просто печатаете Uniform Mike. И в левый верхний угол его. То есть у одно слово печатать? Uniform Mike, две буквы всего лишь. Как ты? Я пишу слово Uniform? Нет, U, M, две буквы. Так, а как мне стереть теперь? Клея. Правая нижняя кнопка можно постереть. Я напечатаю две буквы. Uniform Mike, U, M. Да, напечатала. И туда, где директ, в левый верхний угол. Он мне пишет... Читайте, что написано сейчас. Первая строчка идет Uniform Mike 33NM, LED, дробь Long, 55N, дробь 0,36E, 405. Очень хорошо. Вот ее и выбирайте. Теперь смотрите на правый мой флайдисплей. Появился ли у вас NAV режим навигации? Да, появился. Хорошо. Самолет должен разворачиваться влево на Ивановске. Он разворачивается. Очень хорошо. Далее снижайтесь до высоты 3000 футов. Наберите Altitude 3000 футов. Вот эту ручку поворачивается. Против часовой стрелки влево наберите 3000 футов. Это можно быстро делать? Это можно медленно делать. Набрали. Теперь потяните эту ручку на себя. Потянула. Отпустила. Читайте на Primary Flight Display, что у вас получилось. На основном пилотажном дисплее читайте вверху строчку. Так, мне написано T-H-R-I-D-L-E-O-P-D-S-N-A-V. Это значит у вас автотраст включен, Open Descent и НАV. Прекрасно. Вы снижаетесь до высоты 3000 футов или 900 метров. Установите скорость 220 узлов. Как ее установить? Слева на козырьке кабины пилотов левая кнопка управления скоростью. Она левее высоты, которую набирали. Там будет кнопочка хейтинг, а еще левее скорость. Да, я вижу speed. 250 сейчас нам удалось. Нужно установить 220 узлов. Да, я установила 220. Теперь посмотрите на правильной дисплее, какая у вас сейчас текущая скорость. Она с левой стороны на ленточном дисплее. С левой стороны приближается к 240 и падает вниз. Падает вниз. Прекрасно. После того, когда она установится 220, вы выпустите закрылки в положение 1. Это где я забыла сказать закрылки? Кнопка управления закрылками написана flex. Вижу. На центральном пульте не сейчас, а когда скорость будет ровно 220 узлов. Я должна буду ее... Слегка приподнять и поставить в положение 1. Поняла. После того, как скорость будет ровно 220. Установила. Установили. Смотрите на верхний дисплей посередине. Как только закрылки окажутся в положении 1, установите скорость 190 узлов. Есть цифра 1. Цифра 1 это закрытое положение 1. Далее установите скорость 190 узлов. Там же, где вы ставили 220. 190. 190, да. Проинформируйте меня, когда скорость будет 190. Да, уже немного осталось. Если скорость 190, ставьте закрылки в положение 2. Как он захочет, я поставлю. 190. 190, ставлю закрылки в положение. Поставьте скорость 170 узлов. Следующую рукоятку вправо от скорости. Хейтинг, потяните на себя. Хейтинг. Потяните на себя. Потянула. Вижу цифру 0,61. Очень хорошо. Поверните влево, установите курс 0,50. Влево 0,50. Самолет поворачивает. Очень хорошо. Мы находимся на курсе 0,50. Снижаемся до высоты 3000 футов. И мы готовы для захода на посадку на полосу 25 влевую. В шире метё. Выключите, пожалуйста, режим Red Nav на FMS. Есть такая кнопочка на наборном поле. Посмотрите. Red Nav. Нажмите её. Нажало. Нажали. Прочтите частоту ИЛСа и курс посадки там. IBW дробь 110,50. 110,50. Вот эта частота, она правильная. Посмотрите, что у вас появилось на фрамере Flight Display в левом нижнем углу сиреневых цифрами. 110,50. Очень хорошо. Это та частота, которая нам необходима для захода на посадку. Мы идём с хорошим курсом 0,50. Справа вы должны увидеть аэродром. Посмотрите справа. Видите? На аэродром. Я вижу только снег. Пока нет, да? Хорошо. Подойдём к подвижку. На Primary Flight Display справа у вас есть... С левого скорость, а справа высота. Какая высота сейчас? 900 метров. 900 метров или 3000 метров. Всё правильно. Наберите высоту... У меня какой-то писк старик. Это мы же находим маркер, поэтому попали в зону маркера. Это нормально. Наберите высоту 2000 метров. Там, где вы набирали 3000, наберите 2000 и после набора... Устанавливаю 2000 метров. Можешь? Что я должна делать дальше? Вы нуждайте мою команду. Смотрите справа, вы должны увидеть его. А справа впереди? Справа впереди, да? Под углом 30 градусов. Да, 30 градусов. Слежим. Мы произведем заход на посадку в режиме автоматическом. Подготовьте режим торможения low. Он находится выше рукоятки выпуска шасси. Там есть три режима. Low, medium и max. Поставьте, пожалуйста, режим автоматического торможения в положение low. Найдите рукоятку с управлением... Это значит, что после посадки самолет будет автоматически тормозиться до полной остановки. Вам ничего не нужно будет делать. Перед приземлением, на высоте примерно 5-10 футов, вы услышите команду ретат. По этой команде вы должны... Вы эти рычаги управления двигателем положите на него левую руку. Вот так. Вот в положении малый газ. То есть полностью в заднее положение. Когда он скомандует ретат. Как бы на себя, да? На себя, как бы на себя. На себя, до конца. До конца. И сразу же после приземления включите реверс обоим двигателем. А каким образом? Там на рычагах управления двигателя есть две кнопочки. А где они на пульте, рычаги управления двигателем? На центральном пульте два рычага управления двигателя. На них же установлены рычаги управления реверсом этих двигателей. Две кнопочки. Не понимаю, где... Они находятся в передней части рычагов управления двигателем. Две кнопочки. Они выступают вперед. Вы их можете нащупать легко пальчиками. Положив руку на газ... Это уже инжинс написано? Нет, нет. Они находятся на самих рычагах управления двигателем. В передней части. В передней части. Такие клавиши? Такие клавиши. Две кнопочки. После посадки нужно их потянуть полностью вверх. Вверх. После посадки. После того, как уже самолет коснется полосы. Коснется полосы. Совершенно верно. По команде редактора поставить малый газ. А после касания включить реверс. Самолет будет автоматически выдерживать направление и автоматически тормозиться. Сохраняйте спокойствие. Самолет под контролем автобирода. Главное, его не отключить случайно. Нажатием красной кнопки, которая находится на сети, случайно ее не отключить. Самолет ведать ничего не нужно. Поверните вправо, возьмите курс 60 градусов. Кнопочка филинг, вторая слева. Да. 50-60. Установите рукоятку выпуска. Отпишитесь в положение даун. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Все, я опустил в положение даун. Очень хорошо. И кнопочка рукоятка управления спойлеров. Приди меня вверх. Там, где выпускали закрылки, слева написано спидбрейн. Вверх. Да, все, дальше. Все, значит, она заармирована. Что должна дальше делать? Если шасси выпущены, мы переходим к точке видеоразворота. Сейчас я отдам команду на разворот вправо. Кнопка управления курсом едем. Вверх. Вверх, нет вправо. На курс, хорошо. Право. Курс 200 градусов. Право. Сейчас у меня 60. 60, поворачивай, иди ее в право. Глава, я должна поставить 200. Да. Самолет должен разворачиваться. Разворачиваться, да. Хорошо, все правильно. Теперь на этой же панели нажмите кнопку КПОЧ. Кнопочка КПОЧ должна прийти. Да. АППР. АППР. Она поворачивается. Нет, она не поворачивается. Она просто нажимается. Просто на замок кнопку. На замок кнопка. КПОЧ. И включите второй автопилот. У вас включал второй, включите первый. Еще второй. Да. Там его включали автопилот посередине. АП1, АП2 включите. Да, АП1 включите. Включите. Включила. Читайте, что у вас написано на правильной флайдисплее. АП1 по 100 есть? Да. Хорошо. Возьмите влево, курс 160 градусов. Влево. Едет. Там едет. Влево, 160. Я начала вспоминать уже, посмотрите. Установила 160. Хорошо. На береге высоту 1600. У меня сейчас стоит 3000. Не потяните на себя. Установила, решила, что вы потянули на себя. Хорошо. Установите скорость влево 60 муслов. Установила потянуть ее на себя. На себя. Не важно, на вас установлено. Да. Выпустите закрылки в положение 3. Флэпс 3. Установила. Установите скорость 135 влево. Установила. Выпустите флэпс в положение 4. До конца вниз, да? До конца. Установила. Смотрите, какая полоса. Видите ли мы пропуском? Не вижу. Она должна быть слева, а два с мере. Вижу. Сейчас самолет автоматически захватит гельсанты и начнет сбежаться. Руку левую положите на рычаге управления двигателя. Правую. Малый вас называется? Нет. Просто контролируйте. Просто я надеваю. Просто положите. А правую руку положите на сайте стыка. Дальше. Многие находятся на металях. Да. Главное сопровождайте движения. Сами не предпринимайте никакие действия. Прочитайте на основном дисплее, что написано сейчас. Лога лазера есть? Зелен. Есть лога. Все прекрасно. Моздая из покорства. Подлица не снижается. В этом дисплее в серии горят зеленые лампочки с нами. ЛТЧ. Да, все три горят зеленые лампочки. Террей, террей. Я вас наблюдаю, вы находитесь на курсе на грязани, разрешаю посадку на 25 левую полосу в автоматическом режиме. После посадки не забудьте включить ревиз и поставить малый газ по команде «Ритан». Это нужно сделать резко? Это можно делать плавно. Зульманда. Зульманда. 0-10-00, 100, 50, 40, 30, 20, 10, начинаем выполнять. Вы произвели посадку, браво! Включите реверс. Я включу. Я это сделала? Да, браво! Ну что, это было великолепно. Всем привет! Теперь мы не боимся летать на фронтах. Там, наверное, с тортозом. Всем спасибо! Спасибо за просмотр!